Всем добрый день. Обстановка ДНР остается относительно спокойной. За счет концентрации вдоль линии раздельничения, преимущества националистических батальонов, а также иностранных наемников, число обстрелов территории республики не снижается. Неподконтрольные Киевы действия радикальных боевиков, нанятых фашистским режимом, дискредируют президента Украины Петра Порошенко, как человека слова, взявшего на себя обязательства полностью прекратить обстрелы территории Донбасса. Так, боевики Киевской хунты за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия. Танковому обстрелу подвергся населенным пункт Старомихайловка. По нему украинские силовики открывали огонь из района населенного пункта Красногоровка. Также вчера с территории подконтрольной вооруженных силы Украины огонь с применением стрелкового оружия БМП открывался по населенным пунктам Спартак, Набережная, Саханка и Пашактейзотова. Используя формальное перемирие, украинское командование продолжает концентрировать запрещенное Минским договоренностям вооружение и военную технику вдоль линии разноречения сторон. Так, разведка вооруженных сил ДНР установлена в Красногоровке, 3 км вдоль линии разноречения сторон, местонахождение 4 единиц РСЗО БМ-21 «Град» и 4 САУ. Факты концентрации оружия вдоль линии разноречения имеют цель спровоцировать подразделения армии ДНР на попытки овладения близко находящихся к своим позициям образцами вооружения. Парк вооружения вооруженных сил ДНР пополняется за счет оставленных танков, артиллерийских орудий и других образцов военной техники. Мы приветствуем решение украинского командования передавать на безвозмездной основе восстановленную и вновь прибывшую технику для армии ДНР.